всем привет привет большой всем привет мы начинаем прямой эфир где будем рисовать по вот этому вот референсу портрет карандашом меня зовут алиса третякова и я художник очень люблю рисовать портреты вообще ими в первую очередь увлекаюсь у меня есть опыт рисования портретов и я очень люблю делиться навыками в этом деле и сейчас тоже буду с вами так сказать делиться какими-то своими умениями своими знаниями также на платформе doodle and sketch будет выходить мой урок даже не 14 урока в общем целый курс по портретному в общем это будет портретный курс по акварели причем он достаточно такой емкий там будут четыре разные картинки рисоваться и забудь затрагиваться тема построения лица и рисование портрета карандашом тоже то есть я буду рассказывать в нем не только о том как я рисую портреты акварелью да то есть я буду еще говорить о том как рисовать эти портреты карандашом то есть вот это вот предварительная работа ну что готовы смотрите я буду рисовать в своем квадратном скетчбуке я квадратные форматы вообще люблю обожаю у меня вот такой вот скетчбук от малевича он для графики для графики и в этом прямом эфире мы с вами порисуем карандашом то есть я постараюсь затронуть все проблемы рисования портрета в плане построения в плане черт лица и так далее максимально рассказать то как это делаю я как какую я поэтапность в рисовании соблюдаю и в общем все вот эти вот моменты вот тут такая приятная шершавая бумага отлично подходит пока под карандаш у меня карандаши в основном эти вот hb у меня получается черно-графитный карандаша карандаш 2b и вот в этом карандашики механическом у меня тоже 2b также что еще нам понадобится у меня вот такой вот ластик я очень люблю обрезать вот так вот ластики до чтобы у них был острый кончик чтобы можно было какую-то штриховку и мелкие детальки выбеливать ластиком в том числе чтобы рисовать ну как бы рисовать можно же не только карандашом до ластиком тоже можно рисовать я это очень люблю и поэтому ластики всегда вот так вот обрезаю вот так же у меня еще конечно самый незаменимый инструмент это клячка я кстати говоря клячкой очень люблю вычищать осветлять рисунок прежде чем начну его в акварели но и даже если не собираюсь рисовать акварелью клячкой все время пользуюсь она очень часто мне заменяет ластик ну думаю многие знают что очень полезный инструмент он не снимает полностью карандаш лишь облегчает тон вот резинка у нас все-таки стирает полностью карандаш ну и что приступим тогда к рисованию открою референс что ж у нас с вами такой несложный портрет до ванфас у девушки все черты лица такие аккуратные приятные мягкие и начну с компоновки компоновка это всегда сам первый вообще шаг самый важный компоновка всегда должна быть удачной от нее зависит вся ваша работа и тут стоит задуматься я иногда рисую портреты вот такие вот можно компоновать полностью голову но также можно и как я это допустим где-то вот в таких зарисовках делаю до что он частично только лицо да то есть голову затылок или еще какие-то части я могу так сказать компоновкой срезать вот вот в этом в этой зарисовке у меня тоже да видите больше черт лица то есть глаза нос губы гукова как бы так увела куда-то обрезала ее здесь может быть я буду делать также потому что я хочу крупнее нарисовать в этом формате черты лица то есть не хочу рисовать волосы много внимания уделять голове хочу все-таки больше уделить внимание чертам лица глаза нос губы вот что ж поэтому начну компоновку подумаю как я ее в своем формате обрежу думаю что у меня будет немножко срезан лоб и сейчас намечу докуда у меня будет подбородок и ширину лица всегда я начинаю рисунок с таких вот общих легких линий да то есть определяю где у меня что будет я не из тех кто может начать рисовать с глазика и потом вокруг него появится все остальное у меня это все работает иначе мне сначала легче и для меня понятнее найти определить общие формы какие-то вот такими легкими легкими линиями а потом я уже как видите да уже начинаю постепенно углубляться ищу овал лица и даже вот на этом этапе уже должно быть схожими пропорции с нашей модели то есть да что уже даже вот сейчас она должна быть похожа на то что мы видим как мы это определяем у нас должно вот ширина лица до она должна правильно подходить к его высоте но у нас тут лоб обрезан но у меня все равно в принципе достаточно похоже ну то есть если бы я сделала ее уже она была бы слишком вытянутой шире слишком круглолицей то есть уже бы пошло вот это расхождение во схожести то есть даже на этом этапе уже это должно прослеживаться мы ведь когда рисуем портрет портреты это всегда хочется чтобы все-таки модель наша была похожа на то что мы рисуем ну и вот сейчас я буду уточнять уже какие-то более четкие линии эфир до эфир я сохраню так сейчас посмотрю есть ли еще какие-то вопросы кстати если вопросы появляются задавайте спрашивайте обязательно эфир будет сохранен не переживайте и задавайте вопросы я в принципе буду время от времени отвлекаться от рисования чтобы ответить на какие-то вопросы на этом этапе я уже определяю где у меня будут предположительно скулы да и вот так вот у меня вал лица наметился что здесь важно вот на этом этапе когда мы рисуем овал лица с чем сталкиваются часто новички новички часто забывают про то что у лица есть своего рода анатомия да и очень важно не забывать уже даже вот на этом этапе показать что у нашей головы у лица у него есть во первых скулы и они по форме уже должны вот здесь наметиться да то есть они имеют объем даже если человек круглолицей все равно у него эти скулы где-то там есть вы должны их по подразумевать и еще часто забывают про угол нижней челюсти угол нижней челюсти у нас находится вот здесь да это своего рода перелом да то есть вот так вот идет линия потом уже вот так вот вот этот вот переход и есть угол нижней челюсти про него тоже часто могут забывать люди на самом деле очень важная вещь опять же у некоторых людей угол нижней челюсти виден сильнее добывают такие знаете квадратные лицу когда вот у людей прям вот острый этот угол челюсти Row выразительный бывают более мягкие более округлые лица тогда он не такой заметны но вы все равно даже если он не такой заметный вы должны его предполагать вы должны понимать что он там есть и давать какой-то намек на него вот потому что не бывает такого чтобы его совсем не было вот не бывает круглых лиц не бывает вот овальных лиц да вот совсем такие как блинчик нет у лица есть анатомия там есть структура и эту анатомию важно понимать вот поэтому такой очень важный совет от меня тоже смотрите на череп смотри изучайте какую то анатомию чтобы вот эти вот вещи они у вас в голове там были чтобы вы рисовали с учетом этих знаний вот так и что еще все вот дальше после этого этапа я перехожу к оси я делю осью лицо напополам у нас с вами лицо в анфас под небольшим наклоном поэтому и 8 не будет под небольшим наклоном ну так как лицо строго в анфас она как бы посередине или до запчат был повернут три четверти она бы от середины отходила и вот теперь когда у нас появилась ось нам надо с вами дальше искать черты лица и именно благодаря этой оси мы найдем и черты черты лица сейчас такая вот информация важная смотрите вот у нас допустим на лице была бы здесь вот эта ось и важные две точки линия роста волос вот здесь раз . и конец подбородка 2 . на рисунке вот здесь у нас конец подбородка и так как я под срезала до формате голову предположительно у нас был бы где-то здесь линия роста волос вот эти линия роста волос и конец подбородка вот это и вот это сейчас очень важно заполнить запомнить эти две точки и вот это расстояние отсюда и до сюда надо всегда делить на три равных части то есть если вы у меня линия волос где-то здесь до на столе немножко порисую то надо делить на три равных части вот сейчас проверим ну да практически верно и что это у нас за три равные части пока что все понятно продолжаем у меня появились вот эти вот три равные части и они у меня будут отвечать за расположение вот это вот будут надбровные дуги а вот здесь будет основание носа я это написала чтобы те кто присоединяется может быть еще в процессе чтобы это было понятно вот эти вот две линии они очень важны и почему я назвала вот эту линию и вот эту линию именно надбровные дуги и основание носа они допустим нос или брови да почему потому что брови это понятие растяжимое да то есть вы можете смотреть на свою натуру видеть на ней брови и они могут быть да где угодно может быть я не знаю там у модели допустим бровей вообще нет их не видно именно вот этих вот волосяной части или может быть они нарисованы как-то там вообще высоко буквально на лбу или я не знаю наоборот эти брови слишком пушистые они спускаются куда-то вниз там я не знаю если это пожилой мужчина к примеру да поэтому бровь сама по себе это не то на что вам следует опираться при поиске пропорции вы должны видеть не бровь вот эту часть которая с волосами ну или которая макияжем нарисована вы должны видеть именно надбровные дуги а надбровные дуги у нас находятся но обычно там же где и брови если опять же брови куда-то не переместились по своим каким-то причинам и эту часть ее всегда прекрасно видно особенно если это фактурный портрет какой-то мужской у мужчин вообще замечательно видно надбровные дуги у женщин они чуть гладьше но они все равно есть это вот это вот место если пощупать у себя это вот здесь вот пальчиками над глазницей косточку то вы нащупаете вот это вот увеличение объема вот здесь вот над глазницей она идет и вот именно там и находятся эти надбровные дуги и именно вот они находятся всегда на этой полоске по ним вы будете находить вот эту пропорцию а бровь она может быть вообще где угодно вот то же самое основание носа почему я сказала основание носа а не сам нос потому что нос понятие растяжимое да то есть допустим вот у нас здесь нос он такой слегка курносый то есть кончик чуть приподнятый соответственно но также кончик может быть исключенным вниз да то есть такой нос как бы не курносый а как наоборот ну в общем крючком но сда то есть тогда бы вот от основания носа этот крючок бы нос вниз опустился то есть это опять же то же самое что с бровями кончик носа может быть разным и это может вас запутать зависимости от того курносы он или наоборот но с крючком а вот основание носа именно то место откуда растет хрящ то место которое на обычном черепе в котором нет хрящей да она является вот этой вот дыркой в черепе треугольный такой да вот здесь вот тут вот основание носа она никуда не сместится она всегда вот здесь неважно какой у человека нос курносый или наоборот крючком может быть там не знаю сделана пластическая операция как у майкла джексона но основание носа всегда останется здесь она никуда не денется потому поэтому в вашем портрете больше обращайте внимание именно на основание носа а не на сам нос не на его кончик не на ноздри не на крылья когда именно когда ищите вот эти три пропорции ищите основание носа вот и что еще важно в этих трех пропорций это правило работает когда вы рисуете человека ванфас и ну или даже в три четверти или в профиль но это голова которая смотрит на вас прямо то есть как на нашем референсе если голова наклонена назад от откинута да то тогда из перспективы соответственно вот эта часть становится больше остальные сокращаются или наоборот человек опустил голову вниз и смотрит из-под лобья все наоборот вот эта часть меньше где подбородок вот эти части они крупнее самая большая тогда будет лоб да ну тут все это уже просто перспектива вот но если мы рисуем человека ванфас привод вот так вот и он ровный вот прям вот ровно на нас смотрит тогда вот это правило поделить от линии роста волос до подбородка на три части она прекрасно работает и тогда вы найдете где у вас будет основание носа и где у вас будет линия надбровных дуг это первое что нужно сделать для поиска ваших черт лица дальше обычно после этого этапа я еще нахожу линию губ ну разрез рта этот вот я обычно вот это вот расстояние вот до этого если представить его середину да она где-то здесь и чуть выше этой середины это будет разрез рта ну и где-то чуть ниже надбровных дуг я нахожу на глаз линию глаз вот она у всех может быть очень разный и вот обычно после вот этих вот линий так надеюсь я не слишком криво рисую так обычно после этих линий я начинаю искать мы нашли горизонтальные линии где находятся черты лица теперь я найду ширину этих черт я обычно сначала определяю так на глаз ширину носа и от ширины носа я уже отталкиваюсь губы это у нас в ширину губ полтора раза умещается носик можете карандашиком вот так вот мерить ваши черты лица допустим взяли носик об окном ничуть как широковаты губы можно их поуже сделать вот полгину где-то примерно полтора раза помещается нос в губы и от вот этой его от ширины носа можно проводить две прямые линии вверх вот здесь будет слизник всегда и ширина глаза она обычно равняется ширине носа брови обычно чуть сюда поближе брови шире глаза они к носу как бы переносится поближе и уходят в сторону висков кончиками намечу что куда у меня будет где у меня будут губы нижняя губа обычно больше верхней но опять же обычно это не всегда так работает бывает и по-другому совершенно вот так у меня нашлись пропорции и вот эти вот пропорции которые я сейчас сделала это пропорции так сказать классический то есть это почти универсальный вариант но не все люди под него будут подходить то есть есть люди которые не вписываются в эти пропорции обычно у этих людей какая-то оригинальная не знаю нестандартная внешность когда у человека лицо просто никак не делится на эти три равные части у него допустим больше намного подбородок да или у него может быть очень длинный нос до длиннее чем у других людей именно в пропорциях он может быть длиннее чем лоб или может быть наоборот очень лоб высокий и если вы видите что у человека которого вы рисуете есть отклонение от этих пропорций которая подходит практически ну почти каждому человеку если вы видите что он отклоняется от этих правил значит обязательно постарайтесь вашем портрете это отклонение от нормы изобразить почему потому что потому что это именно то что заставляет вашего человека на портрете быть похожим на себя а не на такую болванку да то есть вот то что мы сейчас нарисовали это такой шаблон это болванка дальше я уже прорисовывая черты лица буду больше опираться не на вот эти вот пропорции правильные а уже больше смотреть на натуру на девушку чтобы изобразить ее на себя похожей вот поэтому очень часто можно посоветовать новичкам допустим рисовать как раз таки каких-то нестандартных людей до для первых своих портретов потому что их рисовать легче похожими чем людей у которых такая красивая аккуратная гладкая внешность да потому что а скорее всего какой-то носатый человек у вас легче получится похожим чем такая симпатичная девочка у которой очень тяжело уловить вот эти вот у нее мало скорее всего акцентов вот это такая гладкая внешность поэтому пробуйте рисовать разных по внешности людей и особенно пробуйте рисовать каких-то фактурных людей да то есть какими-то вот этими отклонениями от нормы да чтоб это может какой-то носатый человек или с выразительным подбородком в общем обращайте внимание это то что поможет вам рисовать людей похожими на себя вот что же дальше а дальше я немножко облегчу свои линии построения чтобы переступать к рисованию уже черт лица я их облегчу но не сотру тут мне как раз таки помогает крючком я нашла для себя какие-то основные точки ну что и теперь вот я уже перейду рисование черт лица для начала вот так вот по понятнее для себя намечу брови ой на форму брови тоже всегда обращайте внимание у всех они удивительно разные и тоже прекрасно они передают характера лица схожесть с моделью у вас всегда будет благодаря бровям чаще всего они где-то с изгибом вот как здесь вот так но у некоторых людей бывают более круглые брови у кого-то бывают более прямые брови обращайте внимание очень разные лица у всех старайтесь никогда не рисовать по какому-то одному шаблону очень часто рука так и тянется рисовать все одинаковым тут себя немножко когда замечаете что у вас все портреты похожи на какой-то один типаж постарайтесь себя так сказать останавливать и рисовать по-разному людей это проблема с которой мне кажется сталкивается почти что каждый но лично у меня эта проблема явно есть я с ней так пытаюсь бороться вот сейчас намечаю переносицу спинку носа и глаза хочу начать рисовать глаза тут у меня будет формироваться глазницы сейчас этот переход от бровей к переносице и кстати говоря вот это вот место вот это вот вот здесь и вот здесь она достаточно важная как я заметила на когда я преподавала курс портрета для людей которые портреты вообще рисуют буквально впервые и это был курс портрета не онлайновый и я видела в как люди именно в процессе рисуют как они допускают какие ошибки я заметила что часто люди могут выделять тонально ну допустим показывать вот эту спинку носа до светлый а вот эти части боковинки вот эти носа вот отсюда вот сюда штриховать до затемнять вот эти места и даже больше всего они затемняют вот это место и вот это место хотя на самом деле если вы посмотрите вот эти два места вот это вот место и вот это место там пазухи там есть небольшой объем выпуклость и оно не такое темное вот здесь вот на середине носа вот эти два места они не такие уши темные вот эти два места где идет углубление в глазнице вот здесь и вот здесь они темнее чем вот эти вот места где находятся пазухи почему-то очень часто допускают эту ошибку я это видела почти у ну почти у каждого кто только-только начинает портреты рисовать безусловно когда человек конечно уже рисует портреты у него есть какой-то небольшой опыт уже эта проблема начинает постепенно уходить но на начальном этапе она появляется практически у всех и вот так вот начиная с вот этих вот мест вот этих углублений глазницы я обычно начинаю еще вот так плавненько перехожу к вот этой складки верхнего века и это не линия роста ресниц это именно складка верхнего века слизник у меня будет вот здесь всегда вот крыло носа вверх линию ведем здесь слизнячок всегда 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 очень крайне редко бывают чтобы у человека было это шире или уж опять же да это опять возвращаемся к вопросу о том что у некоторых людей идут отклонения от этих норм и это надо замечать потому что это скорее всего люди с каким-то очень таким выразительным отличием широко расставленные глаза или близко посажены друг другу как там выражаются глаза в кучку то есть если вы видите что вашего человека в глаза ты смотришь на него и тебе кажется что у него глаза в кучку значит у него нарушена вот эта пропорция стандартная и как раз таки если вы это эту пропорцию нарушить и в своем рисунке он у вас соответственно получится похожим вот и вот сейчас у меня намечается линия верхнего века где она где и растут реснички от слизнячка приподнятую она максимально вот здесь вот к серединке и нижнее веко смотрите что сейчас вот в глазах крайне важно верхнее и нижнее веко верхнее веко где у нас растут ресницы вот эти вот верхние она всегда тонально более яркая более выраженная чем нижнее веко нижнее веко мягче если бы у нас у девушки на референс не было бы макияжа то это было бы еще заметнее так как у нас девушка с макияжем у нас нижнее веко тоже как бы тонально ярче если вы представите что у нее макияжа нет то будет очень даже видно что вот здесь вот вот это верхнее веко она выразительнее потом темнее почему так дорисуешь ребенка какие порции будут отличаться от взрослого человека до пропорции ребенка очень сильно отличаются от взрослого человека у ребенка больше мозговой доли вот тут вот очень классно загуглить книга баниса по анатомии ну или просто поискать пропорции ребенка в рисовании вы увидите есть такие схемы в интернете я точно их видела чтобы четко видно что у ребенка больше мозговой доли а лицевая часть головы она меньше у ребенка намного меньше челюсть в первую очередь челюсть и у них крупнее черты лица у них больше круглые глаза у них пухлые губки и более округлые мягкие щечки то есть вот таких вот скул и угла нижней челюсти как у этой девушки у ребенка не будет и у них маленький аккуратненький курносый носик вот это вот самое такое вот самое самое соответственно тоже все вот эти вот надбровные дуги у них менее выражены и брови у них тоже менее выражены вот это по поводу ребенка так вернусь глазам пожалуйста так более мягкая всегда нижние века верхние века более выраженная почему вот я хотела ответить на этот вопрос почему в первую очередь даже если человека светлые ресницы верхние века все равно вот здесь будет тонально более выражены чем нижняя потому что свет скорее всего во первых падает вот отсюда сверху да и соответственно от верхнего века вот сюда на глаз падает тень а у нижнего наоборот на него как бы падает свет вот сюда и оно не такое объемное просто даже само по себе по форме и она если вот обратить внимание у верхнего века дуга более будет выше подниматься нижняя века всегда чуть более плоская вот вот так у меня наметились глаза и сейчас радужку намечу радужка тоже такая вещь на самом деле часто я замечала как все стараются то радужку слишком большой нарисовать то слишком маленькой обращайте внимание ищите обращайте внимание сколько видно белка как это радужка насколько она какими веками прикрыта то есть никогда не бывает радужки просто вот так посередине глаза как кружочек ну допустим да здесь нарисуем верхние века нижние века никогда не будет радужка вот так вот просто кружочком видите она выглядит так неестественно радужка всегда если это спокойный взгляд вперед радужка всегда прикрыта верхним веком так сказать исправлю то есть всегда вот здесь вот она будет прикрыта верхним века нижняя века обычно едва касается снизу вот этой вот радужки и самая еще такая неправда явная ошибка когда рисуют глаз просто вообще радужку вот так вот нарисовать и оставить еще пространство белка глаза вот здесь вот здесь это сразу же создает такой взгляд испуганный да то есть только если мы очень широко так испуганно откроем глаза у нас радужка будет ровно посередине и вот здесь еще будет видно и вот здесь белок глаза обычный спокойный взгляд никогда вот обратите внимание да радужка прикрыта верхним веком прикрыта слегка прикрыта вид нижним но намного больше прикрыта верхним и соответственно зрачок всегда возле верхнего века зрачок всегда ближе к верхнему веку вот обратите внимание на референсе ровно так и есть обычный спокойный взгляд переносимся обратно к моему рисунку и намечаем зрачок ближе к верхнему веку но не прикрываете зрачок верхним веком тогда у вас получится эффект это прикрытого такого томного взгляда взгляда уставшего если вы слишком сильно прикроете или очень маленький зрачок нарисуйте к совсем к верху к верхней части верхнего века у вас получится как будто в человека закатывает вверх глаза соблюдайте вот эту вот пропорцию ищите золотую середину что же еще как вы наверное могли уже заметить я рисую два глаза буквально одновременно то есть я порисовала вот здесь века я порисовала вот тут века вот тут порисовала вот тут риса почему я не рисую сначала один глаз потом другой глаз потому что это как раз таки тоже одна из распространенных ошибок если вы нарисуете сначала один глаз вы потом не в жизни не нарисуйте к нему второй глаз но я не знаю это надо какие-то сверхспособности иметь чтобы вот повторить зеркально отразить похожий глаз с другой стороны так не получится поэтому парные формы надо рисовать одновременно особенно это касается глаз то есть наметили вот тут вот глаз века быстренько рукой вот сюда здесь наметили века здесь навете ли радужку вот тут нами есть то бегайте рукой от одного глаза к другому там нога глаза к другому образуйте их одновременно у вас рука автоматически будет выполнять синхронные движения с одной стороны и с другой стороны и соответственно глаза у вас будут похожим друг на друга а вот если вы нарисуете сначала один глаз Потом другой глаз У вас этот другой глаз не будет похож на первый глаз Вот, это такая вот Ну, наверное, все мы знаем, да Вот это вот самая распространённая ошибка Самая большая проблема Типа, как нарисовать один глаз, похожий на другой, да Ну, во-первых, они не должны быть идеально симметричными, да, всё-таки Лицо у человека не симметрично Вот, а во-вторых, рисуйте два глаза одновременно Штрешок на одном, штрешок на другом Тогда они и будут похожи Ну вот, как видите, да, пишут, что совершают такую ошибку Постарайтесь приучить себя рисовать глаза одновременно Сначала кажется, что это как-то странно, непонятно Хочется зациклиться на одной вот этой вот вещи Прорисовать вот все детальки, увлечься Потому что это увлекательно, прорисовывать этот глаз В итоге потом второй нарисовать трудно Тут немножко себя перебарывайте, ломайте И старайтесь рисовать два глаза одновременно Постепенно это войдёт в привычку И вы даже себе не сможете представить, как можно рисовать по-другому И у вас пройдёт эта проблема Вот Так, а что у меня с глазами? Так, продолжим Ещё всегда следует намечать объём нижнего века Сейчас я хочу немножечко поправить глаза свои Потому что мне они сейчас не нравятся Я когда много говорю и объясняю, начинаю не так хорошо рисовать, как мне хотелось бы Вот, в общем, показывать, объяснять и красиво рисовать Это мы одновременно всё это вместе Я ещё пока не научилась Так что, извините Вот 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 так еще у нас то что относится глазам и глазницам вот здесь у нас идет затемнение да я вот заштрихую а вот тут у нас под бровью наоборот за свет но вот смотрите глазница она вот да и вот здесь идет вот эта выпуклая кость соответственно здесь выпуклость под бровью там светло вот здесь наоборот впуклость как это нормально назвать не помню вот здесь тень а вот здесь опять уже переход к скуле здесь опять объем здесь будет светло то есть когда рисуете глаза не рисуйте просто глаза виде ресничек век радужки обращайте внимание на объемы на анатомию вокруг вашего глаза тогда у вас глаза будут получаться реалистичными вот здесь у нас опять идет затемнение до века вот сюда идет сюда затемняется так если есть еще какие то вопросы о расскажите пожалуйста про цвет кожи акварелью цвет кожи цвет кожи ну на самом деле цвет кожи может быть очень даже разным тут нет то как сказать одного ответа который подойдет под все типы кожи у кожи может быть холодный тон розоватый тон желтоватый тон кожи может быть красной может быть темной поэтому придется каждый раз все таки искать новые замесы и на коже еще также влияет помимо того какая она сама по себе на нее же еще влияет освещение освещение может быть и теплый свет тогда чаще всего холодная тень холодный свет теплые тени поэтому единого ответа тут нету я чаще всего замешиваю что-то вроде неаполитанской сиены натуральной с какими-то красными теплыми оттенками или с красными холодными оттенками охру тоже активно использую но не всегда не везде я люблю еще холодные оттенки в тени добавлять или просто даже не в тени а свет холодный делать причем могу вообще какие-то экстремальные цвета использовать для потона кожи типа цирулиума или бирюзовой то есть там можно очень многое увидеть можно даже зеленые оттенки в коже могут быть я для зеленых оттенков могу иногда оливковую использовать к примеру вот поэтому тут к сожалению нету одного решения какого то что вот из этих цветов можете смешать цвет кожи всегда будут под разные референсы разные замеса так ну что намечу еще где у меня на глаза у будет блик и перейду к рисованию носом у нас на самом деле дело вообще сложно и супер сложно и очень долго мне не получались носы и на самом деле до сих пор не всегда довольна своими носами иногда смотрю и прям думаю господи но неужели до сих пор рисовать научилась мне кажется рисовать нос и это можно бесконечно этому учиться они очень сложные почему ну потому что они у всех очень разные и форма у них такая хрящ который как-то странно везде по всякому изгибается но обычно начинаю рисовать я нас с того что вот нахожу переносицу до нахожу спинку носа вот это вот место будет светленьким спинка вот здесь вот у нас будут пазухи они такие с объемчиком очень часто люди рисуют вот это место наоборот его как будто туда вот такими штрихами вот так и получится как вдавлено вот таким вот движением переносица она не такая если вы посмотрите внимательнее на натуру если вы подщупаете свой нос вы поймете что вот где-то здесь идет вот этих переход к пазухам и здесь вот есть наоборот объемчик то есть вот это вот выпуклость даже какая-то то есть вот здесь вот четко я вижу вот такой вот немножечко как бы объем и когда я штрихуете и добавляете вот этот тон постарайтесь его легко показать ненавязчиво легко легко показать после того как я вот этого намечаю и вот эту вот спинку носа подчеркиваю я перехожу к поиску крыльев носа вот эти вот они находятся на ширине носа после крыльев носа я обычно тонально так легкой штриховкой определяю где у меня находится кончик может он выше основания носа вот этого места этот кончик или ниже основания носа до характера зависит курносы и выше нос крючком ниже прямой нос такой вы знаете эталон прямого носа он будет прямо вот до этой линии до основания здесь у нас кончик повыше девушка слегка курносая и потом от кончика я иду ищу ноздри ноздри у нас такие они всегда мне казалось что они похожи на запятушки только повернутые вот так в разные стороны друг от друга и можно сразу их под заштриховать вот так вот появились ноздри и кончик носа у нас всегда у нас есть вот сам кончик носа и вот тут где-то находится обычно блик но в зависимости от освещения этот блик может быть в другом месте вот но у нас вот здесь вот этот блик я обычного себе тоже намечаю чтобы акварелью потом его не закрасить и вот тут вот так вот таким вот рисунком вот здесь идет тень и переходит вот сюда на ноздри то есть вот кончик носа он как отдельная такая вот капелька крылья носа они вот тут вот такую круглую форму имеют и еще насыщенная тень носика она вот здесь вот а тут будет рефлекс ближе к ноздрям вот наметились у нас ноздри сейчас все немножко немножко подправлю 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 и будут пожалуй переходить губам губы тоже потрясающе вообще интересная вещь на лице их рисовать сложно но не так сложно как нос поэтому я уже получаю прям сплошное удовольствие в рисовании губ и сейчас вот у меня есть разрез рта намечено где у меня будет нижняя губа до куда она будет тенью не дани от нижней губы и до куда будет верхняя губа сейчас хочу задать вопрос если у кого-то какие-то вопросы относительно губ если они есть то напишите пожалуйста прям сейчас я постараюсь на них ответить и я буду рисовать схематично губы вот здесь какие ошибки можно допустить и как нарисовать губы правильнее и почему потом мы эти вещи перенесем на портрет отмесли если у кого-то есть вопросы по поводу губ напишите прямо сейчас мне будет очень интересно на них ответить пока вопросы там задаются я просто поправлю немножко портрет я просто попробую Продолжение следует... Так, про скулы и виски, и тени, и блик, как на них. Не очень поняла скулы. Что про скулы и виски? Будет повтор. Этот эфир, он будет сохранен, и я так предполагаю, он будет залит на YouTube. Так что не переживайте. Вот. Скулы и виски. Виски. Ну вот у нас виски, они находятся вот тут вот. То есть вот эта вот тень от глаза, она плавно перетекает вот сюда. Соответственно, вот здесь образуются виски. То есть вот у нас это видно. Очень хорошо это на верефинице видно, как идет тень к виску. И скула. Скула это у нас объем вот здесь вот, вот тут. И вот самая светлая часть будет вот здесь. Вот здесь потемнее. И сюда плавненько. Вот такой вот формы еще потемнее. Под скулой. Если щеки впалые, стройные, то вот здесь вот будет тень. Ну вот у девушки скулы достаточно такие объемные. Это видно, что вот здесь вот объемчик свет. Вот сюда вот тень пошла. То есть вот так вот сюда это дело затемняется. А блик вот здесь, на самой выпуклой части. То же самое с этой стороны. Да, здесь у нас тень не такая четкая падает. Но все равно видно, что вот сюда скула затемняется. Под скулой точнее. Сама-то скула наоборот выпуклая. Вот здесь на ней свет. Вот тут вот. А вот сюда вот идет тень. А под этой тенью уже начинается угол нижней челюсти. Вот здесь. Так, про губы у нас никаких вопросов не появилось. Значит, сейчас начну рассказывать про губы. Про губы. Я сейчас быстренько покажу, как я рисую губы. Такой очень ускоренный вариант. Очень упрощенный. Вот у нас линия разреза губ. Вот у нас намечена, докуда будет нижняя губа, докуда верхняя. Нижняя обычно больше верхней. Но не всегда далеко. Поэтому, если у человека не так, опять же, это тот ярлычок, который вы должны обращать внимание на него. И очень важная часть уголки губ, по которым определяется ширина рта. Вот эти уголки губ, они очень важная, на самом деле, часть губ вообще, в принципе. Это, во-первых, одна из самых темных частей во рту, в губах. И такая вот, из-за того, что они, как бы эти уголки губ, они туда вот как ямочки. То есть, вот видите, там есть вокруг рта идет круговая мышца. И вот эти вот уголки, они немного как ямочки. Они туда, вовнутрь объемом уходят. Поэтому вот здесь идут вот эти вот такие вот затемнения. И разрез рта тонально я не выделяю так темно, как уголки рта. Я еще вот посередине, вот у нас у девушки такие губы. Вот посередине вот здесь утемняю. А вот эти два места вот здесь и вот тут я оставляю более легкими. За счет этого губы выглядят более такими реалистичными. То есть, вот это вот тонально у меня не такое темное, как вот это и вот это. Потом я перехожу к поиску вот этой арки купидона. Вот эта вот галочка. Ее я тоже могу выделить поярче. И веду тонкие и легкие линии к уголкам губ. Почему именно тонкие и легкие? Потому что тонально губы отличаются только цветом кожи. Да, на губах от кожи, ну, в общем, цвет кожи на лице и на губах разного тона. Губы все-таки темнее, но нету никакой жесткой темной линии. Кроме если у девушки, допустим, был бы макияж с очень такой темной какой-то помадой. Тогда бы эти линии были, соответственно, жестче и все губы были бы очень темные. Но я замечаю, что часто рисуют вот такую прям вот обводку губ. Ну, допустим, нарисуем, да, вот эти вот неправильные губы. Тонально выделяют одинаковый разрез рта. Контур губ идет одинаковый по тону на протяжении всего контура. И нижняя губа тоже вся обрисовывается контуром. Получаются такие вот детские какие-то нереалистичные губы, потому что нету вот этой тональной разницы. А эта тональная разница, она появляется из-за объемов. Объемы, что вот углубление уголки губ, то есть они темнее. Внутри рта вот этот разрез тоже углубление, соответственно, там темнее. А вот эти две части, они как бы так соприкоснулись, склеились, да, вот эти вот части. То есть они тонально, вот это место не такое темное, как уголки и вот этот разрез. Соответственно, и вот эта вот линия контур губ не такой темный, не такой насыщенный. Нету там прям черной обводочки контура. Вот. Это скорее лучше показывать вот это вот просто тоном. Верхняя губа обычно темнее нижней, потому что она идет против, не против света, а как бы свет на нее падает сверху, а на губы чаще всего, если их в профиль нарисовать, верхняя губа. Обычно нижняя губа более выпуклая, на нее вот здесь вот падает свет. А нижняя губа как бы обычно идет наоборот вот под таким наклоном, соответственно, на нее падает больше тени. А свет падает вот на эту часть, где у нас идет вот этот вот фильтр от носа к губам. Вот здесь вот за свет у нас, то есть вот тут, вот здесь. А верхняя губа, она, получается, в тень попадает. Вот здесь у нас опять на верхней губе идет свет. И дальше в зависимости от того, какая форма нижней губы идет тень. Вот. Но это если освещение сверху обычное, такое стандартное. Если освещение может быть каким-то другим, то опять же это может и меняться. Вот. Ну, продолжаю. Вот так вот у меня находится верхняя губа. Причем у нашей девушки нету выреженной вот здесь вот этой вот капельки. А у некоторых людей еще вот здесь вот арка Купидона, да. И параллельно к ней идет вот здесь вот эта вот тоже такая вот как бы капелька губ. Обычно здесь еще на схемах губ рисуют какой-то кружочек, показывая вот этот вот объем. У нас у девушки не выражена эта штучка, поэтому я ее не стала рисовать. Вот. И нижняя губа. Нижнюю губу я вообще рекомендую всем тонально помечать в основном тенью под нижней губой. И также легко легкими линиями вести контур более легкой линии. И можно еще какой-то тон на нижней губе показать. Здесь вот блик будет где-то здесь. Следите за тоном, за объемом. Губы у всех, кстати, тоже разные. Как правильно оформить уголки губ со стороны щек. Вот. Давайте сейчас я перейду к рисованию губ на моем рисунке и как раз таки это объясню. Со стороны щек. Ну, во-первых, вот эти вот углубления, они самые темные. Я здесь обычно себе такие вот прям два темных пятнышка ставлю. Вот. Дальше. И вот тут вот вокруг этого совсем самого темного углубления есть еще вот такая вот, можно полукругом заштриховывать тень. Там мышца рта, вокруг рта она круглая вот здесь. Соответственно, она образует вот этот вот объем. Вот тут вот чуть-чуть можно подштриховывать. У кого-то уголки рта более глубокие. И вот эти вот тени прям очень заметны. Обычно у людей с пухлыми губами. У кого-то они менее заметны. Вот у нас у девушки эту тень очень хорошо даже видно. Вот она. Вот эта тень. И вот такими вот округлыми штрихами я вот здесь вот затемняю. А вот тут вот у меня будет наоборот свет. вот здесь будет свет. А вот сюда вот тень от нижней губы, да? И она, эта тень, она не заканчивается вот здесь, вот этой вот, 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 вот тут вот. Она на самом деле вот сюда вот такой вот формой вокруг рта слегка продолжается и рассеивается. Это вот я сейчас нарисую губы практически без губ, да, самих. Я как бы нарисовала сейчас то, что вокруг них. И поверьте, то, что вокруг них порой намного важнее, чем сам контур губ. Потому что губы – это вот такой вот объем, который формируется за счет этой круговой мышцы. Вот. И вот так вот. Вот здесь вот она, эта тень, вот она, вот. Вот, она идет вот в эту сторону, потому что у нас освещение с этой стороны. Здесь у девушки еще есть ямочка небольшая. Ну и вот там идет затемнение уже на этот. Сейчас пока не буду переходить на... Вот это все. И что нам осталось? Арка Купидона я сначала нахожу. И вот от этой арки Купидона, вот от кончика носа к ней, будет идти вот этот вот фильтр носа. Вот здесь на него падает тень. И вот тут падает тень. И сейчас я дорисую губы. То есть вот самое важное, самое тонально важное у меня сейчас наметилось. Сейчас наметятся все остальные губы. Я приведу вот сюда контур верхней губы. И контур нижней губы. Вот здесь у нас будет блик где-то на губе. И заштрихую верхнюю губу. Чтобы она полностью у меня в тень ушла. Так как у нас падает свет, вот отсюда вот эта часть верхней губы, она будет посветлее. Сюда она потемнее, затемняется. И рисуйте еще складочки на губах. Вот эти вот. Все эти щелочки, они помогают губам быть тоже реалистичнее, красивее. И вот сюда обратите внимание, что даже верхняя губа, она затемняется вот в этот уголок. Она туда как бы по объему так заворачивается и затемняется вот сюда, к этому уголку. Она туда вовнутрь уходит. И с этой стороны тоже, но не так ярко, потому что здесь свет. То есть у вас получатся красивые губы, когда вы начнете понимать их, не как контур губ обрисовывать, не как просто губки, а как объем. Нижняя губа у нас. Нижняя губа, кстати, достаточно сложная. Если разбирать отдельно про губы, можно говорить еще тысячу лет. Так же, как, собственно говоря, и про нос, и про глаза, здесь можно еще сказать столько всего, что в один эфир просто никак не поместится. Вот, можно с ума сойти. Я далеко не все сейчас успеваю вам рассказать. Я рассказываю какие-то общие, да, такие вещи. Нижняя губа, она состоит тоже из делений. Кстати, очень классно разобраны, особенно губы, глаза и нос, тем, кто хочет научиться рисовать портреты. Может быть, эта книга покажется сложной, но хочу посоветовать одну книгу. Могилевцев. Основы рисунка. Очень классно там разобрано, как раз-таки, по вот эти вот площадочки, показанные лица. То есть, может быть, кто-то слышал, есть метод рисования обрубовкой, когда все лицо, оно как бы делится на плоскости. Как будто бы его, как сказать, взял, не знаю, скульптор, и ножом вот так вот выпилил эту форму, обрубил и упростил, да, максимально такой схематичный какой-то. Вот у Могилевцева в книге вот это вот лицо, вот эти все площадки очень классно показаны. Если посмотрите, почитаете эту книгу, вы очень хорошо поймёте лицо. Это Могилевцев, преподаватель в Академии художеств нашей Санкт-Петербургской. Соответственно, это такой классический рисунок такой, и очень, на самом деле, он будет полезен, эта информация даже для тех, кто, не знаю, не собирается рисовать строго академично, но если вы хотите рисовать портреты, чтобы они были красивыми и убедительными, эта информация будет вам полезна, посмотрите. Вот, также там ещё в этой книге есть про фигуру, по-моему, тоже. Вообще, автор крутой, у него ещё есть и по живописи тоже книга. Советую. Ну что, смотрите, у нас тень под нижней губой темнее, чем сама нижняя губа. Хочу немножко облегчить свою нижнюю губу вот здесь. И что у нас? По чертам лица у нас практически всё. Нам надо уточнять разве что детали, рисовать брови, ресницы, в общем, всё-всё-всё самое вкусненькое, самое приятненькое. О, кстати, совсем забыла про уши. У нас тут с одной стороны, я тут просто писала, с одной стороны у нас видно ухо. И если бы у нас, девушки, не были бы убраны волосы, ну, точнее, волосы были бы не перед лицом, а они были бы убраны назад, у нас было бы видно уши. Так вот, как найти эти уши? Вспоминаем вот эту линию, вот это вот деление на три равных части, да, основание носа, линия бровей, надбровных дуг точнее. Вот где у вас надбровные дуги, там будет верхняя часть уха, где основание носа, там будет мочка уха. Или даже, ну, чуть повыше обычно, чуть-чуть повыше, если у человека маленькие уши. Если уши большие, то она, скорее всего, будет вот прям вот там же, где и линия носа, вот. А у девушки тут чуть повыше, скорее там, где у нее кончик, вот. У нее такие более маленькие уши. А верхняя часть уха, я предполагаю, как раз-таки, да, вот на линии надбровных дуг. Вот тут. Вот здесь вот у нас и будет ухо. Но, опять же, это не работает, если человек поворачивает голову вверх, ой, или вниз. Там эти все пропорции несколько меняются, потому что уши остаются на месте, а лицо, оно крутится вот так вот, да. Представьте себе такую голову на шарнирах. Вот ухо, оно как шарнир остается на месте, а голова крутится вверх и вниз. Соответственно, расположение уха будет, как бы, относительно черт лица меняться. Но, если это вот строго ванфас, такое прямо лицо, то тогда здесь будет ушко, надбровные дуги, основание носа где-то вот тут. Так. У подбородка, кстати, тоже есть объем. Подбородок тоже можно условно поделить на какие-то площадки. То есть, вот здесь вот у меня будет выпуклость, свет. Вот тут будет затемнение, что закругляется туда подбородок. Если есть ямочка, как у девушки небольшая, можно эту ямочку показать. Ну и так далее, так далее. Так, шею легко намечу. Сейчас я намечу волосы и буду переходить к чертам лица. Волосы в таких портретах я обычно сильно не прорисовываю, я оставляю больше внимания лицу. поэтому так легко намечу. И перейду к рисованию лица. Вернусь точнее обратно. Добавлять детали пора. Сейчас вот у меня так, затонировался немножко рисунок, да? У меня размазывается само по себе графит. Я иногда люблю вот так потушевать чуть-чуть это все дело, чтобы потом вот этой острой резиночкой, особенно ближе к концу, когда-то вот так вот вычищать блики. Ну и в середине работы я люблю это делать, и в конце обязательно. Свет, блики вот так вычищать. Потому что вот эта вот обрезанная резинка, это мой самый любимый инструмент для работы с тоном. Вот. Ну что же. Давайте уже пойдем к рисованию деталей в бровях, в глазах. Хочу утемнить вот эти те самые места, о которых я говорила. В складке века максимально. Вот здесь идет тень, сюда рассеивается. Потом вот здесь засвет вспоминаем. Вот сюда снова затемнение. Даже в макияже, по-моему, такую же логику используют. Вот сюда хайлайтер, сюда тени. Так что можно это даже вспоминать в целях для того, чтобы нарисовать красивый портрет. Вот. Складку верхнего века. Затеменяю. Вот здесь вот тень пойдет. И вот сюда пойдет тень к вискам. Здесь по скуле идет тень, вот сюда. Вот. Сейчас нарисую брови. Я люблю брови рисовать быстрым, шустрым движением остреньким карандашиком. Просто прорисовываю вот эти вот волоски снизу вверх. Причем движение отрывистое, да. Я не делаю штриховку на бровях. Вот такую вот какую-то... Вот такую. Я рисую бровь вот таким вот движением. Как будто бы волосок за волоском, волоском за волоском. И почему движение шустрое? Потому что только так у вас будет получаться вот такая вот утончающаяся к концу линия. Если вы будете вести линию медленно, волосок, волосок, она будет толстая, она будет как бы более дрожащей. Чем медленнее вы ведете линию, тем она более толстая и дрожащая. Когда вы делаете быстрое движение, она у вас прямая, быстрая такая и утончающаяся к кончику. Поэтому брови рисуем именно так. У нас у девушки такая классика бровей. Они растут вверх, отсюда вверх, сюда чуть-чуть к наклону. И вот здесь вот у нас изгиб брови. От этого изгиба она начинает расти вниз. Наклонилась туда. Волосики. Если есть волосики, которые идут наперекор общей массе и вот здесь вот растут вниз, я их тоже чуть-чуть выделяю. И сейчас нарисую вторую бровь. Все по той же логике. Здесь она идет вверх, потом она идет больше прямо и в кончике к низу. На глазах. Я затемню самая темная часть, это зрачок. Блик остается светлым. И нам нужны еще ресницы на глазах. Ресницы так же, как и брови, рисуются быстрым движением от линии роста кверху. И у ресниц, соответственно, тоже есть направление волосков. Следите за ним, оно важное. Ресницы я всегда добавляю где-то ближе к концу, потому что ресничками все можно как украсить, так и испортить. Если реснички будут плохие. Кстати, у меня, кажется, скоро к концу идет эфир, поэтому если какие-то вопросы есть, задавайте. Потому что, мне кажется, скоро у меня будет уже включаться камера. Я, может быть, его еще продлю. Если сейчас есть какие-то вопросы, в общем, задавайте. Я на них отвечу. Кстати говоря, реснички, они всегда у нас кучкуются. Они у нас никогда не растут отдельно. Одна ресничка, как заборчиком, вот так вот, каждая отдельно. На протяжении всего глаза, так сказать. Нет, у нас реснички, они немножко кунчкуются. Есть реснички поменьше, есть реснички побольше. Обычно торчит одна ресничка побольше, а те, которые поменьше, они как бы так к ней присоединяются. На нижнем веке у нас реснички более мелкие. Но они тоже, у них есть направление, в зависимости от взгляда, кстати говоря, это направление. И что? Будет эфир, где лицо в полоборота? В полоборота это три четверти. Сохраните, пожалуйста, эфир. Да, эфир будет сохранен. Как затемнить внутри глаза глазное яблоко? Глазное яблоко у нас падает тень от верхнего века, вот здесь вот так, вот полукругом. Это всегда тень от верхнего века. И еще можно вот сюда чуть-чуть затемнить, чтобы глазное яблоко было более округлым. Вот так вот. Кстати говоря, в курсе, который будет на Doodle & Sketch, там есть в моем курсе, где будет акварельный портрет, в три четверти, ну в полоборота, три четверти, я думаю, это то же самое. Я там рассказываю про то, чем отличается ракурс в три четверти от ракурса в анфас. И как надо рисовать черты лица, когда человек поворачивается. Там суть в том, что когда человек поворачивается, вот эти вот дальние черты лица, допустим, она бы повернулась вот сюда, вот эти дальние черты лица, они как бы заворачиваются по кругу, по форме лица, и поэтому их очень сложно нарисовать. Там я вкратце об этом рассказываю, когда мы, там, по-моему, у меня четвертый урок, такие в холодных тонах будет портрет акварельный. Там как раз-таки ракурс в три четверти, и там я про это говорю, потому что я сейчас как-то вкратце этого даже не смогу сказать, объяснить, потому что это вот прям вот отдельный разговор. И отдельный разговор, конечно же, ракурс в профиль. Он тоже сложный во многом, хотя он часто новичкам кажется простым, на самом деле сложный профиль тоже. Ну вот, сейчас вот так вот я вычищаю блики. Тень брошу от лица на шею. И скоро уже буду заканчивать. Тень брошу от лица на шею. Так, ну, спасибо большое за эфир. Да, так, ничего ли я не пропустила? Вроде бы нет. В общем, давайте тогда вот сейчас я уже буду заканчивать. Здесь еще в портрете можно сделать, дополнить очень многими деталями, да, какими-то нюансами. Но это уже такие вот будут мелочи, которые можно рисовать, ну, как вы знаете, практически бесконечно. Моя цель была в этом эфире вам рассказать про основные пропорции ракурса анфас, про части лица, какие-то такие общие понятия. Я надеюсь, это было для вас полезно, понятно. Большое спасибо за ваши вопросы. И еще раз хочу напомнить про то, что у меня на сайте Doodle & Sketch скоро выйдет мой курс по акварельному портрету, где я рассказываю, как я рисую портреты акварелью. Причем, как я рисую, прохожу этап скетча перед акварелью карандашом, я тоже так же там рассказываю. Поэтому я буду очень рада, если вы посмотрите мои уроки. Надеюсь, я была для вас полезной. Эфир обязательно будет сохранен, залит на YouTube. Так что всем-всем большое спасибо. До встречи на уроках. Пока-пока. Продолжение следует...